Утумата И только не надо задавать вопрос, кто такие гунны и какое отношение они имеют к нам. В этом романе причудливо переплетена история древнего народа Хуну и судьба современного писателя. Сегодня эта история неимоверно пассионарного, мужественного и отважного народа. Жизнь переплетается с историей нашего города и нас самих. Вспомните феерический праздник, посвященный древнему городу, город Гуннов, расположенного на территории современного Улан-Удэ. Самым известным гунном на протяжении уже 11 лет является этот человек, убежденный патриот своего города и родного края. По его словам, история столицы Бурятии – это продолжение истории древнего города Гуннов, хотя есть и более древние артефакты. Самое первое поселение возникло 26 тысяч лет назад, в эпоху Верхнего Палеолита. Государство Хуну было основано далеко до монгольский период, молодым царевичем Маде, который правил железной рукой, требуя от своего народа войска беспрекословного подчинения. Немногочисленные по сравнению со своими противниками воины Хуны разгромили Китай и починили все племена Великой Степи. Но всему приходит конец. Государство пало. Часть народа осталась на землях от Желтой реки до Байкала. Самая неукротимая часть воинов, числом не более 20 тысяч, ушла на запад, имея только боевых коней и оружие. 200 лет отдыха среди финно-угорских народов и на Европу обрушился уже преображенный, имеющий явные следы митизации, но не утративший былой воинственности народ гунны. Гуннов и царя этого народа Атину называли бичом божьим. Все известные народы Кавказа, Средней и Ближней Азии и Европы не устояли перед яростью гуннов. Но они растворились во тьме времен, выполнив свою историческую миссию. Но потомки народа Хуну остались. Современные буряты, по словам Олега Булатова, самые явные хуны современного периода. Мы не являемся не потомками, но и последовательно мы являемся сами Хуну. Вот это вот нужно нам понять для себя. И наша история, история нашего города, города Хунов, она является нашей историей. В гунской археологии уже более ста лет. И следы оседлого проживания были найдены не только в Иволгинском районе. Гунская керамика была найдена в районе элеватора и восточных ворот. А что доказывает наличие керамики? Керамика означает дом. Керамика, как посуда, была в доме. Это были дома, 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 дома. И вот наш ареал находок гунской керамики идет от элеватора и кончается в южную крепость, это Вознесеновский мосток. Возраст находок датируется третьим веком до нашей эры. То есть еще 2300 лет назад здесь уже был город. Первые горожане именно возникли тогда. Была школа, работали мистерские, были жилые дома. Олег Игнатьевич Булутов верит в глобальную взаимосвязанность истории. Он ведет активную переписку с историками из центральных городов России, северокавказских республик, Турции и Венгрии. Люди, которые занимаются историей, они именно говорят, что да, что именно отсюда вышли цивилизации. С берегов Байкальского, то есть Байкальского региона. Олега Игнатьевича поразило сходство кавказских и бурятских фамилий. Например, что у них, что у нас распространены такие фамилии, как Айдаев, Дудаев, Бараев, Ассалханов, Батоев. Я знаю 33 фамилии наших фамилий. Наших, да. Не монгольских, не халхомонгольских, не тувинских, а именно наших. Ну, откуда это? Нас так мало, да? Нас же мало совсем. Их там тоже, ну, весь Кавказ, вот Дагестан, Чечня, это все, что-что. Это все они носят фамилии наши. С какого периода они там появились? Исторические исследования дают интереснейший материал, и нога вызывает самые причудливые аналогии по поводу спиральной повторяемости. Территория, допустим, сегодняшнего, в Шивой Горке, где стоит, то есть Невудинский острог, конечно, стоял, да, там вообще находилась торговая фактория среднеазиатская. Там среднеазиатские купцы торговали. Здесь сейчас находится база Буркопсоюза, вот это была вся фактория. Вот она была средневековая, с 9 по 15 век. Олег Булатов считает, что все исторические передвижения, переселение больших масс народа можно сравнить с волнами. Казаки были последней волной, последней волной, которая пришла на эти земли, и уже, кажется, осталась уже последняя волна. И казаки, сами казаки, они, конечно, тоже считаются себя, по-своему, как ордынцы, они считают себя тоже потомками хумов. В общем, волна ушла, волна пришла. Сегодня Олег Булатов с аратиками плотно работал над проектом воссоздания гунского города. Свой проект гунский фонд представил на 5-й международной конференции в Стамбуле, посвященной историческому наследию городов. Представили этот проект, и этот проект был назван гражданской моделью восстановления своей истории. Гражданской моделью. Не кто-то захотел из политиков так сделать, а именно общественности. Граждане именно сами восстанавливают свою историю. Олег Булатов утверждает, что они не переписывают историю, а восстанавливают ее. Он считает древний город живым символом истории нашего города. Хочу, чтобы любой наш гражданин, кто родился в Лондоне, конечно, чтобы он шел, чтобы у него горность была за свою родину, где он родился. А то нам раньше говорили, что здесь ничего не было. Кто-то занимался оленеводством, кто-то скотоводством, кто-то еще чем-то. Ну, такая была пропаганда. Нам всем, живущим на земле Байкала, нужно только внимательно приглядеться в отроге гор и синий степей. Нам ничего не надо выдумывать. Наша история жива. И она наша история. История каждого из нас. В мире существует, пожалуй, самый универсальный язык. Язык жестов. Впрочем, одни и те же жесты в разных странах могут истолковывать по-разному. Если вашу жестикуляцию понимают превратно, то остается одно. Пригласить на вальс. Язык танца поймут все. Человеческая цивилизация по сути изощренная система коммуникации. Не понимайте это, как гигантский клубок проводов. Цивилизация – это искусство общения и разумный баланс интересов. Ну, вообще, человек издревле выражал свою сущность, свое «я» через пластику движений, через хореографию, возможно, ту же самую. Потому что хореография – это достаточно древний вид искусства. Словами можно вести в заблуждение кого угодно. Даже взглядом этим материальным выражением души человека можно наврать стрекороба. И другая сторона медали никакими словами иногда невозможно выразить полноту чувств. Нет таких слов в лексиконе, которыми можно описать трагедию волчицы, потерявших своих волчат. Какими словами выразить радость пробившегося сквозь равнодушный асфальт весеннего цветочка? И зачем говорить слова при полной луне или сидя перед костром? Мимика, они очень большие посылы несут в общество. То, как вас люди видят и воспринимают, это ваши жесты, ваша мимика, то есть вот то, что они видят. Искусство он жестов в совершенстве владеетели журналист Сергея Доренко. В самый драматичный момент своего рассказа он слегка подается вперед. И все. Зритель верит, что ему доверили самую страшную тайну – это искусство жеста. Если человек умеет управлять этим, то он может управлять и аудиторией. Выразим собственное мнение. Оно имеет право не совпадать с вашим, дорогой зритель. Мужчине скорее подходит классика борца, чем балетмейстера. Искусство танца – это, скорее всего, выражение женственности, лунной стороны натуры человека. Танец раскрывает женщины многогранные. Это и застенчивая, может быть, девушка, и может быть страстная, горящая женщина. И это может быть какая-то, может быть, воительница. Или это может быть какая-то шаманка, колдунья и так далее. То есть целая гамма чувств. И, естественно, конечно, это пластика, красота, изящность, женственность. Все самые лучшие женские качества. Больше я не могу ничего сказать. Эта танцовщица в жизни производит впечатление человека застенчивого, эмоционально сдержанного. Возможно, и так мы с ней не знакомы, но нас поразило исполнение ее любимого номера. Столько страсти, сдержанной экспрессии, что никакими словами не выразить. Чувство свободы, может быть, свободы себя, раскрытия, каких-то вот затаенных комплексов, они полностью раскрывают твою душу. Всевышнему определенному, что человек живет не в районе, а рай человек придумывает сам. В танце идеальный мир, зрение и всего. Феерическое какое-то, получаешь наслаждение от этого танца, вот это вот, когда не видишь ни зрителя, то есть один свет, темнота. И вот эта вот душа, она полностью раскрывается. То есть все, что было накоплено и хотелось бы сказать наяву, да, словами, и не можешь, это выходит именно телом, движением. Специалисты утверждают, что дети должны начать заниматься танцами с пяти лет. Четыре годика, я думаю, что еще пока рановато. И на самом деле не важно, есть ли задатки у вашего ребенка. Искусство владения телом важнее, чем диплом профессионального хореографа. Навыки у ребенка, они, конечно же, в принципе, ну, не особо важную роль, можно сказать, играют. Но вообще это все развивается. Дети, то есть приходят к нам, мы это все дело развиваем. И музыкальность, и ритмичность, и работа над координацией. То есть развиваем пластику, да, определенные движения даются. И поэтому ребенок, он занимаясь хореографией, он может развиваться и музыкально, и в пластическом образе, и также сам развивать его мировоззрение. Человек не решает, когда и где ему родиться, но человек сам определяет, каким ему быть. И важно посылать правильные сигналы этому миру, чтобы получить адекватный ответ. Любовь сродни психическому расстройству, утверждают медики. Любовь придумали поэты, чтобы поднять тиражи своих книжек, говорят некоторые цинично настроенные граждане. Но как толковать любовь вам, выбираете вы. Великая цель всякого человеческого существа — осознать любовь. Любовь не в другом, а в нас самих. И мы сами ее в себе пробуждаем. А вот для того, чтобы ее пробудить, и нужен этот другой. Вселенная обретает смысл лишь в том случае, если нам есть с кем поделиться нашими чувствами. Как правило, эти встречи происходят в тот миг, когда мы доходим до предела, когда испытываем потребность умереть и возродиться. А вот наши герои встретились в одном из самых романтичных мест нашего города. Познакомились с Натальей мы, получается, на ютюне рождения, 20 февраля. Я пошел с друзьями сюда, гранат-сенатор, погулять. Иногда наши будущие сужены находятся совсем рядом. Нужно только сделать уверенный шаг вперед. Они сидели за соседним столиком. По разговору понялось, что у нее сегодня день рождения. Подумал, надо сделать какой-нибудь сюрприз. Думал, чем-нибудь удивить таким интересным. Но чем же удивить эту прекрасную половину человечества? Вышел на сцену, спел на такую довольно известную песню, Мурата Насырова «Я – это ты, ты – это я». Я смотрел на нее и пел ей прямо в глаза. Потом спустился и подарил цветок. И сказал, что эта песня посвящена ей. Наверное, эта прекрасная композиция Мурата Насырова Помогла многим молодым людям признаться в своих чувствах любимым женщинам. Я – это ты, ты – это я, и никого не надо нам. Что, что сейчас есть у меня, я лишь тебе одно я дам. Я – это ты, ты – это я, и никого не надо нам. Все, что сейчас есть у меня, я лишь тебе одно я дам. Весь зал об этом узнала, там исчезла. Так красиво и романтично. Тронула. Мы обменялись телефонами и начали встречаться. Молодой человек ухаживал настойчиво. Как-то поначалу я думала, а, так, поухаживай, поухаживай, посмотрим. Может быть, это надоест и нет. Все-таки стояло в своем. И ухаживало за мной очень красиво, и сердце мое растаяло. Иногда ради любимых мы совершаем, может, небольшие, но все же необычные и очень приятные вещи. Я думаю, то, что каждый парень должен идти на какие-то поступки, чтобы девушка, которому дорога, почувствовал вот это, почувствовал отношение к себе. Вообще, каждая девушка заслуживает хорошего к себе внимания, чтобы все было как в фильме. Многие девушки хотели бы услышать эти простые и в ту же минуту трогательные слова. Давай поженимся. Сделал предложение. Кстати, в этом же месте, где мы сейчас сидим. Мои девушки, мои будущие супруги. Ну и скоро у нас будет свадьба. Мы счастливы. Субтитры сделал DimaTorzok Увидимся на следующей неделе. Пока. События года от Эльдорадо. Открылся новый магазин Эльдорадо в торговом центре Galaxy по адресу улица Балтахинова, 15. Вас ждут супер бренды по супер ценам. Сервис от федеральной службы Хай Техник. И отличные впечатления от покупок. Новый магазин Эльдорадо в ТЦ Galaxy. Эльдорадо. Так просто жить лучше. Грандсенатор. Открыли мне при сезоне. Навеки и навсегда. Сохрани лучшие моменты своей жизни. Профессиональное фото и видеосъемка. Телефоны 64-88-81 и 8-914-833-11-33. Лучшее кино. Это ваша жизнь. Субтитры сделал DimaTorzok